здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а что мы видим мы видим красивую такую посмотрите желтенькую красненькую синенькую картошечку я сегодня буду говорить именно об этом продукте потому что именно этот продукт много лет тому назад я исключила из своей жизни просто раз и исключила проект продукт мне рассказал один из первых это профессор дон колберт кстати это диетолог это врач то что диетолог он врач и у него супруга врач практически всех президентов соединенных штатов америки практически вот не знаю по поводу трампа и обамы вот здесь я точно не знаю но у клинтона у бушей у всей семьи у всех у них был он диетолог во многом они его не слушались но он был врачом у них дон колберт так вот я хочу вам рассказать сейчас по его книги именно мне очень нравится как он это описал как он подробно доказал и вот в чем дело я раньше привкус этот встречала о чем он писал конечно много встречается опасений по поводу отравления до солонином из картофеля но при этом в сети все таки мало информации вот такой категорической когда прямо надо сказать вот нет вот нельзя вот чтобы вы не говорили но нельзя нельзя что вы не можете сдать анализ конкретно чтобы был реактив который бы показал именно на наличие яда в вашем вашей крови солонин я знаю что существует противоречивые мнения а у меня бабушка всю жизнь ела картошку вы знаете посмотреть на вашу бабушку то что вы называете бабушкой она должна выглядеть если она правильно питается то в 90 лет британской королеве например вот она вот так должна выглядеть должна ходить улыбаться радоваться жизни вот так замечательно это 90 лет а наши бабушки посмотришь на то что называется бабушкой а когда спрашиваешь сколько лет она говорит там 67 или там 70 и в шоке 70 лет это леди она еще в соку и она уже просто на себя нацепила этот платок из-за этого картофеля у нее эти круги черные под глазами потому что это отравление печени идет вот эти вот пигментные пятна и как один меня спрашивают как избавиться от пигментации как избавиться от пигментации но если ваша печень все эти годы с картошки собирает солонин как вы как вы избавитесь от пигментации слушайте если вы травите печень а печень показывает все на лице все показывает на лице ну как вам сказать еще как но но я не знаю как кушайте дальше картошку как вам избавиться от пигментации машьте картошку на себя до маски из картошки хорошие согласно потому что там есть крахмал именно вот он хорошо вас здесь но крахмал вовнутрь себя свать во первых картофель это яд до солонин особенно сейчас во вторых там крахмал который немедленно когда попадает в организм через какой-то промежуток времени он превращается в сахар это прекрасная еда питания для раковых клеток в третьих вы поражаете свою печень этим ядом это женщина тоже возрасте она занимается бодибилдингом и правильным питанием посмотрите как она выглядит я про нее делала видео а теперь давайте посмотрим вот ей около 80 лет посмотрите как она выглядит или уже 80 в 2010 ей было 70 78 посмотрите как она выглядит идем дальше пресс идем дальше далее вот она изумительно изумительно вот так вот что означает свежие соки правильное питание в ее рационе нет картофеля вообще а это питание нашего человека жареная картошечка немножечко зелени и вот это вот то что вы видите сейчас черное вот этого вот это черное вот это самый тот что не на есть канцероген когда на масле поджаривается вот эта картошка хорошо давайте выясним что такое солонин я про картофель давала при делала хорошее видео но поскольку у нас у меня много видео и откопать его мне не удалось чтобы внизу делать ссылочку я решила лучше я повторюсь лишний раз чем кто-то об этом не будет знать и так что же такое солонин какие плоды его содержит каков уровень токсичности давайте разберем способы тоже как нейтрализовать этот яд какие симптомы отравления потом какое лечение профилактику можно использовать итак что такое солонин солонин это природный яд растительного происхождения он состоит из глюкозы и солоноидина солоноидина структура вещества представлена кристаллами он практически не растворим в воде так что вы можете запивать 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 но он не растворяется зато он хорошо разводится спиртом солонин содержится в представителях семейства послёна и солонин находит во всех частях растения меньше всего в корнеплодах картофеля картофель в кожуре есть он кстати в баклажане он только в кожуре в середине нету его и в соленой воде с добавлением немножечко домашнего уксуса баклажан полностью нейтрализуется картофель же совсем другая история в картофеле его большое количество картофель можно есть сроком июнь июль август до 3 месяца дальше уже кушать его нельзя через вообще полгода в клубнях начинает возрастать количество солонина и больше его находится также огромное количество в позеленевшем пророщенном картофеле сейчас картофель готовится к проросту сейчас я решила об этом сказать потому что вернее он уже прорастает сейчас его концентрация опасная вообще опасно можно ли отравиться солонином конечно еще как вы и травитесь вы и травитесь результат вот наши люди они болеют и они не понимают почему вот их пигментация вот это солонин и не только и другие токсины которые поражают печень а печень показывает все на лице вам скажут да нет не зафиксировано ни одного случая отравлением солонина а как вы его зафиксируете какой врач скажите мне пожалуйста брал у вас когда вас тошнило или кружилась голова или появилось первое пигментное пятно на лице когда он у вас брал врач анализ на реакцию может быть на солонин кто у нас из врачей вообще на токсины берет у вас анализы чтобы заработать легкое отравление достаточно съесть 20 миллиграмм солонина содержащегося в позеленевшем картофеле особенно в пророщенном особенно вот это январь февраль март дальше ведь его сажают поступление в кровь 200 400 миллиграмм яда приводит к летальному исходу это говорю не я это говорит отравление . нет я ссылаюсь на этот сайт поскольку делали ученые а также я ссылаюсь на доктора колдон колберта так что 20 миллиграмм солонина особенно в пророщенном да 200 400 миллиграмм яда и летальный исход а так как всасывание токсина происходит не полностью то чтобы вызвать такое содержание токсина в крови в кишечник должно поступить еще больше солонина но съесть такое количество солонина конечно довольно проблематично но наши родители они пытаются все равно своих деток как можно больше картофеля втиснуть это в качестве пюре да сейчас самое интересное вы узнаете я почему перед вами держу вот эту замечательную сковородочку с картошечкой потому что солонин при термической обработке разрушается только после нагрева более двухсот пятидесяти градусов цельсия представляете двухсот пятидесяти то есть кипение и даже жарко температура кипения кстати масло не превышает 180 градусов цельсия не уничтожает природный токсин что делать они есть картофель я не ем и мой сын не ест я заметила и мой муж не ест что ну конечно мы следим за кожей лица конечно но кроме этого ведь мой муж не делает маски как я делаю и у него нету никаких пятен на лице кроме того мой муж гораздо старше меня в картофеле солонину брать практически невозможно так а вот потому что ну вот солонин он как бы сам по себе ведь картофель это живой плод это живой корнеплод вот это живой клубень и в этом клубне идет жизнь понимаете и так происходит что вот солонин он защищает для того чтобы картофель пророс в июне вы можете его кушать июнь июль август прекрасная пора и сентябрь даже кушайте кушайте но положите соленую водичку предварительно положите туда и капните лимончик либо домашний уксус это прекрасно все и потом кушайте сейчас вы ничего не сделаете ничего вот почему я говорю что октябрь ноябрь декабрь январь но октябрь еще ладно февраль март это вообще вы что февраль март и январь это страшно вообще нельзя его есть картофель вот от солонина в баклажанах там прекрасно убрали кожуру все солонина нет положили в соленую и кисленькую водичку слегка полежал там баклажанчик ваш сейчас можете готовить несозревшие помидоры плоды там тоже есть солонин но как мы помидоры несозревшие что делаем зелененький маринуем а уксусная кислота нейтрализует яд там именно в долгом хранение в маринаде и в брожении картофель мы же не маринуем и он нас брожение не находится вот поэтому именно картофель опасен а вот вообще замечательно жареный картофель канцероген идет из масла поступает еще плюс картофель печень убиваете и спрашивайте не поймем вот мы и молимся вот мы это 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 но а кто вам друг то вам враг вы традиционно это ваша традиция вы так хотите но вот у нас традиция мы любим это вкусно все вся трава вкусная вот чипсы это вкуснейший продукт механизм действия солонина связан с прямым токсическим эффектом на ткани при прямом соприкосновении с ними страдать будет сначала пищеварительная система употребление токсической дозы проявится смотрите как и она часто проявляется вы просто думаете что это от другого ой у меня давление ой меня подташнивает что-то я съела не то первая тошнота даже бывает рвота аллергическая реакция вот говорят у ребеночка что-то вроде ничего не ел пюрешку с молочком пюрешку пюрешку ел сейчас в марте вот заметьте сейчас у многих детей аллергия что вы впихиваете картофель и травите ребенка недавно мне написали тоже ой моего ребенка сейчас аллергия что делать но не кормите вы картофель но купите вы козье молоко козье молоко нейтрализует яд но не корове и так тошнота рвота жидкий стул спастические боли в животе ощущение горечи во рту вот горечь во рту это вот яд солонин горечь во рту даже першение в горле в среднем через два часа после съеденного с солонином большом количестве картофеля например солонин поступает в кровь и начинает там работать и потом через фильтр наш через печень травит печень и благодаря этому появляются признаки такие такого токсического действия и так что очень действует на сердечно-сосудистую нервную дыхательную мочевые выделительную систему возникает такое знаете затруднение дыхания вы не поймете может кислорода не хватает вы думаете такая общая слабость вялость у людей кто на картошке сидит вот у них обычно головные боли головокружения в моче появляется белок вот чтоб вы знали это свидетельство того что у вас отравление от солонина вот этот белок часть которого составляет гемоглобин при сильном отравлении солонином появляются симптомы снижения артериального давления сердцебиение перебои работы сердца ритме знаете такая и замедляется даже ритм знаете под действием яда разрушаются самое страшное эритроциты начинается подергивание мышц как бы знаете вот у кого такое вот как можно такое готовить вот как вот как можно такое готовить и рассказывать это домашние чипсы кушай дорогой и вот под действием яда разрушаются запомните эритроциты и вот это подергивание мышц вот это характерное даже судороги это тоже характеризует даже бывает паралич вы думаете что смерти не бывает от этого бывает смерть происходит от прекращения работы дыхательного центра вы думаете что это я сказала нет это сказал специалист давайте посмотрим что сказал специалист вот прекращение работы дыхательного центра еще раз говорю это при сильном отравлении солонином а вот тут хозяюшка разложила так картошку посередине положила майонез посыпала кушайте гости дорогие думают какая я хорошая хозяйка какая я молодец пусть говорят пусть говорят у меня бабка жила вот она жила а может она существовала они жила а может она дожила до такого-то периода они жила а может она так жила что на нее даже никто и не смотрел простите меня но теперь вы знаете какие симптомы да вы поняли с чем они связаны что же мы будем делать и так аллергия аллергическая реакция у ребенка до этого вы ели много картофеля впичкали в ребенка особенно сейчас до февраль-март что делать значит нужно освободить кишечник от яда вот для этого проводится промывание желудка промывают желудок и очень много питья обильно обильное питье хотя солонин в воде не растворяется я не знаю вот так вот кто-то впихивает активированный уголь сорбенты другие я бы не рекомендовала это делать я бы рекомендовала обволакивающие напитки например киселек либо лучше всего это настоять на залить с вечера лен у меня всегда есть эта жидкость и вот чистый лен залили с вечера и утром у вас такая обволакивающая как кисель жидкость вот слегка подогреть и только не нагревайте сильно потому что это и вот это вот пить надо вот это пить можно сделать тепленькую такой напиток с медом ребенку давать мед в себя забирать а можно этот лен размешать с козьим молочком козьим молочком также будет забирать токсины вот что еще можно яичный белок яичный белок тоже хорошо действует дают также слабительные травки вяжущие средства такие как кора дуба все это делается на раннем этапе но если у вас подозрение на интоксикацию за максимально короткий срок надо вызвать конечно врачей но наши врачи опять-таки они будут да нет да что вы глупостями занимаетесь да ну вы что ведь многие из них даже этой информации и не знают они же не дон колберт они же не изучают они же не гарвардский университет заканчивали не оксфорд даже о чем вы говорите когда засала заканчивать что же они могут знать многие если они в глазах видят если они одевают халат с большими карманами и самая главная цель хороший карман сделать в этом халате они и с этой мыслью идти а бригада американских врачей вот с которыми я ходила они у них костюм знаете типа пижамы такой синий чем даже такой темновато синий и там нету этих карманов вот в таких костюмчиках они работают и нету у них карманов там наши тоже в таких же но у них практически все врачи работают только цвета вот у них оттенки разные и все у нас там допустим только реаниматологи хирурги а у них практически все посмотрите какая техника они но а если попали в больницу то в больнице можете подсказать врачам хотя они сами знают вот самые лучшие врачи это врачи скорой помощи не дай господь их если уберут не дай господь если какая-то непонятная произойдет метаморфоза с нашими врачами скорой помощи это единственные врачи от бога который умеет все и роды принять и возвратить к жизни и на все случаи жизни они знают что и как и вторые реаниматологи реанимация конечно хирурги также это вот врачи которые действительно врачи и вот в больнице что какие должны они сделать усилия они должны прилагать усилия по выведению яда из кишечника и крови всеми доступными способами там будут промывать может быть повторить промывку желудка ничего лишний раз не помешает стимули там стимуляцию назначает диуреза внутривенно капельно вводят растворы вот кстати соду проводят гемосорбацию если необходимо гемодиализ и потом уже симптоматическое лечение делают вот на поддержание там нормального дыхания чтобы сердце нормально функционировала почки вот так вот делают итак дорогие мои подведем итоги сделаем выводы солонин это сложный растительный яд которым вы травите своих родных и близких содержащиеся в семействе посленовых и больше всего его в картофеле особенно в зимний весенний период картофель готовится к проросту и он не понимаете он просто так устроен он накапливает это просто необходимо для того чтобы дать ростки поэтому он этот солонин накапливает еще мы узнали что токсин очень устойчив к температурному воздействию поэтому при термической обработке продуктов домашних условиях он не разрушается с лечебной целью сейчас токсин не применяют всего 20 миллиграмм яда достаточно чтобы появились симптомы отравления которые вы бывает и не замечаете поэтому не стоит прислушиваться я не знаю к советам таких людей которые ну так знаете спустя рукава относится к своему здоровью и к здоровью своим близким и потом удивляются ой почему мы так боли ой наверное штамм в магазине вот опять купили не то а вы смотрите что вы покупаете а вы смотрите поэтому почаще почаще пейте кислые напитки вот те напитки которые мы с вами делаем на основе имбирь лимон это тот напиток имбиротерапия который как раз помогает в высвободиться у хоть от какого-то процента токсинов кислые напитки побольше лимона побольше имбирь с лимоном великолепная вещь вот это наша имбиротерапия она как раз то что надо тем более что у нас то там происходит еще и процесс такой полуброжение пробиотики и пробиотики они как раз борется с этими всеми ядами еще в какой-то в определенной степени очень слабенький раствор марганцовки говорят помогает в лечении именно таких отравлений все будьте благословенны делайте выводы сами и прислушивайтесь к своему сердцу если вы получили информацию просто обдумайте а лучше запишите у вас наверняка есть тетрадочка которую вы передадите после себя кому-то и может быть кому-то эта информация поможет мы же не знаем что будет с youtube а вот наша тетрадка по лечебным травам и по кулинарии очень даже пригодится нашему поколению а я записываю для своей семьи для жен моих мальчишек и для наташеньки а также для водиши и для его знаний для юлечки тоже хотя она у меня врач она все это прекрасно знает кроме этого для всей своей семьи абсолютно для все и еще и интернет семьи это как бы дневник вслух а я вас всех люблю всех абсолютно и молю бога о вашем здоровье и чтобы он вас благословлял каждый день и ваших деток тоже пока пока